Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чей. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусные сырные с зеленью вафли. Вафли будут бельгийские, мягкие, воздушные. Буду готовить вот в такой вот помощнице. Это электрическая электровафельница. Я буду использовать небольшой набор ингредиентов. Я буду добавлять небольшое количество молока. Мне потребуется небольшое количество муки. Зелень буду использовать всех трех видов. В данном случае укроп, петрушка, зеленый лук. Буду добавлять небольшое количество сливочного масла, немножко соли, обязательно разрыхлитель и твердый сыр. Да, чуть не забыла, буду использовать куриные яйца. Я сейчас, кстати, как раз таки с них и начну. Я добавлю пару яиц в глубокий салатник и добавлю немного молока и немного сливочного масла. Венчиком постараюсь все это хорошенечко перемешать. Обратите внимание, что сливочное масло должно быть обязательно, обязательно комнатной температуры, чтобы его можно было смешать со всеми остальными ингредиентами. Теперь я добавляю соль. Добавляю не такое уж большое количество соли, буквально одну, но крупную щепоточку. Хорошенечко венчиком все это перемешиваю и отставляю в сторонку. Теперь мне необходимо нарезать помельче зелень и натереть сырной теркой. Я воспользуюсь теркой, буду натирать на крупной стороне, потому что сыр все равно расплавится. Вы можете использовать любой твердый сыр, который будет плавиться. Это очень важное условие, потому что нерасплавленный сыр в вафлях будет не очень приятен. Так, сыр я натерла. Теперь отправляю сыр. Сыр добавили в смесь яйца, молока и сливочного масла. Теперь я возьму немножко укропа, возьму немножко петрушки и чуть-чуть зеленого лука, именно зеленую часть. Хорошенечко все это измельчу и добавлю также в тесто. В принципе, можно сначала приготовить отдельное тесто, добавив муку, разрыхлитель, а затем добавить все уже нарезанные измельченные ингредиенты, такие как зелень и сыр. А можно смешать все и добавить уже для загустения, придания такой консистенции теста муку. Ну, собственно, как мы сегодня и поступим. Добавляю муку, я думаю, что здесь будет достаточно примерно 3 столовых ложек. Обязательно добавляю разрыхлитель, чтобы добавить воздушности. И хорошенечко все это перемешиваем, превращаем в тесто. Вот такое вот ароматное получилось тесто. Кстати, можно добавить немножко чесночка, на ваше усмотрение. Теперь я отправляю тесто в вафельницу, предварительно смазав, конечно же, поверхность растительным маслом. Добавляю небольшое количество теста для первой порции и готовлю 3-5 минут. Итак, вафли готовы. Прекрасные, румяные вафли с сыром и зеленью. Можно подавать к столу, наливать чай или кофе и наслаждаться вкуснятиной. Желаю вам хорошего утра и приятного аппетита!